А в ЭКШП в сегодняшнем выпуске нерегулярных новостей мы с вами поговорим о Call of Duty Black Ops 6, утечках и подробностях сюжетной кампании и зомби-режима, а также о том, чего стоит ожидать на ревел-ивенте уже сегодня. Как вы знаете, на ютубе больше нет монетизации, поэтому если вы хотите поддержать меня и мой контент, то можете сделать пожертвование по ссылке в описании или оформить подписку на мой бусте. Спасибо за внимание и начинаем! Уже две недели идет вирусная кампания Black Ops 6 в альтернативной реальности и в Warzone. Но если вы вдруг за ней не следили в моем паблике в ВК или в Телеграме, кстати, подписывайтесь, то давайте я позволю себе маленькую историческую справку. Вечером 22 мая креаторы получили от Activision ссылку thetruthlies.com, при переходе по которой мы с вами обнаружили интерактивный телевизор с шестью каналами. На одном из них был показан ролик, в котором группа неизвестных подбирается Гарри Рашмар и завешивает глаза американским президентом полотнами с надписью The Truth Lies, то есть истинно лжет, и логотипом с тремя собачьими головами. Следующим утром на первых страницах крупнейших газет вроде USA Today вышла рекламная новость об извандалиной горе Рашмар, а на обороте этой страницы был логотип Call of Duty Black Ops 6. А на улицах Нью-Йорка были замечены постеры снова с Рашмаром и надписями «Истинно лжет» и «Правда, первая жертва войны». Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Позднее видео с расклейкой этих плакатов также появилось на сайте thetruthlies.com. Вечером того же дня креаторы получили посылки с открытками с горы Рашмар, пейджерами и таблицей для расшифровки. 26 мая трое избранных неизвестно по какому принципу блогеров получили посылки от Activision, в них были телевизоры с кассетами. При первом проигрывании кассета показывала подборку рекламы, среди которой было персонализированное обращение к каждому из них, надпись Franks Woods и несколько кадров геймплея, один из них с очень криповым манекеном, а в конце кассета просила перемотать его начало. Сделав это, можно было обнаружить очень короткий кадр зомби-режима, позднее это видео также появилось на сайте, где персонализированное обращение заменили на скример с Маргарет Тэтчер. А если на этой видеозаписи скрутить звук на телевизоре, то можно было услышать сообщение морзянкой «28 мая прольет свет на их ложь». И 28 мая действительно пролило свет, ведь в этот день показали первый лайвэкшн-трейлер, где можно было увидеть Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона, Маргарет Тэтчер и Саддама Хусейна, но интереснее всего в этом трейлере были вставки, где можно было найти координаты дворца Саддама Хусейна и отсылки на прошлой части Блэк Опс. А также в конце этого трейлера показали Киар. На Киарте изображен темнокожий солдат в позе Блэк Опс, а также по бокам от него можно было найти много интересных деталей, вроде надписи «Крот Макви Сок Голубаков ЦРУ», а также вновь координаты дворца Саддама, карту реки Потомак и надпись «Чиз Пик Бэй». На следующий день, 29 мая, вышел четвертый сезон для Modern Warfare, и в файлах игроки смогли найти много чего интересного, связанного с изданиями Блэк Опс 6. В World Edition, например, будут входить четыре занимательных скина, один, судя по всему, на Хелен Парк, второй непонятно на кого, третий вообще вдохновленный Брутусом из Mob или Blood of the Dead, а последний очень похож на робота Клауса из Блэк Опс Колд Вор, который отправился в темный эфир по приказу Ритгофина в концовке Мауэрдер Тоттен. Также в это издание будут входить пять очень стильных чертежей и набор губльгамов. Позднее в этот день в Steam также появилась страница Блэк Опс 6, на которой было указано, что в русской версии не будет озвучки на русском языке, а только субтитры и переведенный интерфейс. Учишь английский, учишь питон, едешь в аэропорт имени Захаева. С началом сезона в игру также добавили три испытания. Для одного из них нужно было убить игрока в Warzone с помощью подобранного с пола пистолета Салли, а остальные два оставались пока загадкой. 3 июня при входе в Warzone на Урзикстан начальная катсцена могла прерваться помехами, на которых появился Вудс в кресле каталки и приказал нам найти Крота. Спустя два дня на вышеупомянутые пейджеры поступило сообщение, расшифровав которое, мы получили код Салли. Переведя его в формат Т9, мы получили код 72559. Оказалось, что в этот день также стал активен бункер номер 7 в районе Олл Таун в Урзикстане. Как вы понимаете, этот код нужен был для открытия этого бункера, и в нем можно было найти компьютер, в котором было сообщение о том, что Адлер крот, а также можно было найти парные пистолеты Салли, а взаимодействие с вышеупомянутым компьютером открывало второе испытание. 6 июня на севере от острова Возрождения всплыла подлодка, в рубке которой можно было найти доску с фотографиями и стикерами, большая часть из которых догорала, правда, в мусорном баке под доской, но из уцелевших стикеров 4 были с надписями Вашингтон, Кювейт, Ирак и Авалон. А на фото по центру экрана были изображены дымящиеся обломки и подпись «Алави уходит, Ленгли его не получит». 23 января 1991 года. Подобрав эту фотографию, можно было закрыть третье и последнее испытание. Это пока что все, что касается вирусной кампании, однако она еще не закончена, и скорее всего она будет также продолжаться в течение года, как это было с аналогичной ARG-компанией Поунта Икспоун. Но вернемся чуть назад к ярту игры. Кроме того, что потомок протекает через столицу США, Вашингтон, она начинается в Западной Виргинии и следует до того самого Чиза Пикбей. Также эта река знаменита тем, что имеет несколько каскадов водопадов. Держите это пока в голове. Если вы помните, в конце сюжета Black Ops Cold War Zombies, директор занимался неким проектом Янус в провинциальном городке в Западной Вирджинии. А в Modern Warfare Zombies, в одном из аудиосообщений, Миллер обсуждает с Равиновым город, в котором она выросла. В этом городе произошла большая резня. Он также находился в Западной Вирджинии и назывался Либерти-что-то. Однако из файлов игры мы смогли узнать, что это аудиосообщение называется Инцидент в Либерти Фоллс. Так что, скорее всего, этот город называется Либерти Фоллс. Водопады Свободы. Те самые знаменитые каскады, кстати, называются Грейт Фоллс и Литл Фоллс. Всем известный ютубер Мистер Рофл Вовл смог обнаружить, что вокруг этих водопадов в реальности находится местность, с которой срисовывали в свое время карту Транзит. Здесь буквально находится город Гринран, а в одном из городов поблизости есть церковь, с которой срисовали церковь из Транзита. Уж слишком много совпадений. И это уже не говоря о том, что около 7 месяцев назад инсайдеры сообщили, что в Black Ops 6 на релизе нас ждет две зомби-карты. Одна из них пока что имеет кодовое название Либерти Фоллс и расположена в городе, а вторая Терминос Айланд на острове, где нам расскажут о происхождении группы Терминос Ауткамс из МВ3. И, кстати, из другого радио мы знаем, что в один момент ее основатель Флетчер работал на кого-то, судя по всему, на Рихтгофина, на каком-то острове. Вы еще верите в совпадения? Я лично нет. И, судя по всему, первый тизер и Терминос Айланд мы увидели с вами уже в концовке Black Ops Cold War, где доктор Пэк отправился на какой-то неизвестный остров в Тихом океане, рядом с Японией, куда, предположительно, также упали инверсионные ракеты. Я вам также напомню, что в этой самой кат-сцене на фоне играла тема из Blood of the Dead, Рихтофина Гейн. Учитывая, что тизеры Терминос Айланд имеют очень сильно вайп-блаткие, а Либерти Фолз Транзита, то я бы предположила, что нас ждет ремейк именно этих карт. Ну, на уровне Димашины, то есть, то есть, либо будет сохранен общий вайп-карты, но на них все будет иначе, скорее всего, так будет с островом, либо на карте будет какой-то кусочек старой карты, но значительная часть будет новой, как это, скорее всего, будет с городом. На это также может указывать бонус из Vault Edition. Переработанный Брутус может быть персонажем из того самого Терминос Айланд, подобно Комендант Только Трасса, а Клаус с Либерти Фолз, подобно Теду. Ну и на этом это пока что все, что у нас есть по зомбям. В последнее время значительным источником информации стал сливщик Боб. Он нам сообщил, что креаторы уже успели поиграть во все три режима новой Call of Duty на прошлой неделе и записали свой геймплей. Через них косвенно стало известно, что зомби-карт на релизе будет действительно две, а в мультиплеер вернется классическая система престижей и старых частей, а мувмент, графика, анимация и стилистика геймплея будут сильно отличаться от MV3. Правда все это или нет, мы узнаем уже сегодня вечером. Ну а на этом у меня пока все. Если вы досмотрели видео до конца, то оцените его, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео по Call of Duty и также ударьте в колокольчик, чтобы увидеть их первыми. Я также напомню, что вы можете отблагодарить меня за старание рублем по ссылке в описании. Ну и также не забудьте про мой паблик ВКонтакте и канал в Телеграме. Они ведутся очень активно. До скорой встречи в ближайшем будущем. Редактор субтитров А.Семкин